Вы хотите увидеть белочек, кроликов? Быстрее, садитесь. Так, пожалуйста, прекратите, дорогие друзья. Я буду двигаться, Женя. Есть книга «Деяний», и на английском «Деяние» — это слово из четырех букв, которое перед вами на доске. Я понимаю, что эта анаграмма для вас не очень понятна, если вы не знаете английский. Но мне это часто напоминает разные части или разные сферы, как мы можем общаться с Богом. И первая буква в английском варианте слова «Деяние» обозначает восхищение, о чем я уже говорил. Потом исповедание, благодарение и обеспечение, то есть, извините, как это, просьбы перед Богом, в общем, прошение, вот, прошение перед Богом. Восхищение, исповедание, благодарение и прошение. Какое слово получилось? Потому что на английском нормально. Мы говорили уже о восхищении, теперь об исповедании. То есть, молитвы, они обретают определенную форму. Это не правило и не формула. Но помогает нам включать определенные вещи в нашу молитвенную жизнь. Потому что все это в итоге касается нашей молитвенной жизни. Нам нужно восхищаться Богом, но также исповедовать. Первое Иоанна 1,9. Если же признаем свои грехи, тогда Он, будучи верен и справедлив, простит их и очистит нас от всех злых дел. Как я уже говорил, в нашей молитвенной жизни нам нужно научиться открытости, искренности, но также нам нужно исповедать то, что мы сделали не так. Благодарение следующее. Это одна из важнейших вещей для частей, но которые часто забываются. Мы молимся о многом, мы просим Бога, Он отвечает. И мы думаем, о, это было прекрасно. И забываем поблагодарить. Проводите время в благодарении. Несколько лет назад у меня было своего рода такое чувство депрессии. Потому что не все шло так, как я хотел. У меня были проблемы со здоровьем, еще определенные другие вопросы. И моя молитвенная жизнь, я так думаю, нашла неправильное направление. Я больше проводил время в том, что я жаловался и плакал. И однажды утром, когда я проснулся, я почувствовал, что Бог говорит мне. Подумай о своей жизни на мгновение. Откуда ты пришел? И где ты сейчас? Я начал размышлять. И я начал, будучи не кем. Теперь у меня есть это. Потом это. Потом вот то. Бог сделал вот это. Совершил вот это. У меня трое прекрасных детей. Все они верующие. У меня семеро внуков. У меня есть жена, в конце концов. И в этом году уже 44 года, как мы женаты. Она выдержала пребывание со мной в течение стольких лет. И вот в тот момент, когда Господь мне это сказал, мое сердце начало благодарить. И я помню, как мне стало очень хорошо. Иногда мы забываем. Ефесянам 5.20 Всегда и за все благодарите Бога Отца во имя Господа Мессии Иешуа. Ефесянам 5.20 Всегда благодарите за все. Это такое неудобное и неприятное для нас слово, правда? За все. Действительно ли нужно благодарить Бога за все? Да. Потому что это хорошая практика. Потому что это меняет многое. Когда вы благодарите, Бог может производить изменения. В тех моментах, которые нам не нравятся. Учитесь благодарить в своей молитвенной жизни. Также в своем отношении. В своем отношении к вещам. Потому что часто мы смотрим на темную сторону, только вещей. А нам нужно искать и другую сторону. Матфея 7.7.8 Я еще кое-что напишу на доске. Следующая анаграмма в английском языке. Возьму новый мел. Просите. Как ни странно, три буквы на английском. И тут написано. Не прекращайте просить. Матфея 7.7 И так же стучать. Потом написано. Не прекращайте искать. И так же стучать. В общем, просить в английском языке можно разложить на три слова. Просить, искать и стучать. Не прекращайте просить. И будет дано вам. Не прекращайте искать и найдете. Не переставайте стучать, и дверь откроется вам. Потому что всякий настойчивый просящий получает. Непрестанно ищущий находит. А настойчивому стучащему откроется дверь. Нам нужно понимать, что мы можем просить Бога. Но нам нужно так же искать Его. Прежде всего ищите Царство Небесное. А все остальное приложится к вам. Очень часто мы ищем вещи. Но не ищем Царство. Что включено в Божье Царство? Это еще одна неделя учения. Но познание и понимание Царства или мышление, направленное на Царство, подразумевает то, что мы ищем, и мы найдем, мы стучим, и дверь откроется, если мы ищем Бога. нам необходима стойкость, терпение. Господь, дай мне терпение, и сделай это немедленно. Нам нужно научиться ждать Господа. Те, кто ждут Господа, они поднимут крылья, как орлы, побегут и не устанут. И что-нибудь еще сделают. Я уже забыл. Много чего сделают. Вернее. Нам нужно делать это все. Восхищаться, исповедовать, благодарить и просить. Позже мы поговорим о том, как мы просим. Обо всем. Это номер три, в самом деле. Что мы первые и вторые? Да, я просто вернулся сюда. Хорошо. Помните, вот мы вначале говорили о времени, о нашем отношении к молитве. И мы уже... Вот все вот это вот, это включено было в отношение к молитве. А теперь третий аспект, это наши субъекты молитвенные. Ишуа говорил, чтобы мы смотрели и молились. И в принципе это слово означает будьте пробужденными. В молитве мы должны быть осторожными, мы должны иметь понимание. Иногда ночная молитва, например, может оказаться настоящим испытанием. Я помню, как я однажды был в Албании, я говорил на конференции, и потом у нас была ночная молитва. И вы знаете, что я вот иногда могу дуть в шофар. И обычно шофар со мной путешествует везде, куда бы я ни поехал. И он со мной был как раз в Албании. И уже вот, когда дело шло к утру, то есть где-то 2-3 часа ночи было. И это как раз часы, когда чаще всего молятся вот так вот, киваниями святыми. И я почувствовал, как Господь мне говорит, что, наверное, пора дуть в шофар. И я начал это делать. И один молодой человек подпрыгнул в конце зала и закричал, «Боже, я еще не готов!» Он подумал, что уже последняя труба зовет. Но все проснулись, естественно, от этого. Смотрите и молитесь. Матфея 6, 9-13. Иногда я буду рассказывать забавные истории, чтобы тоже убеждаться, что вы еще со мной. Потому что у некоторых, как я вижу, был тяжелый день. Но я благодарен за то, что вы к нам присоединились. Так, не надо рассказывать, у кого был плохой день сегодня. А, Матфея 26, 41. А, Матфея 26, 41. Матфея 26, 41. Матфея 26, 41. «А человеческое естество немощно». Здесь говорится об искушении. Мы должны молиться, включать в молитву просьбу о защите в такие моменты искушения. Нам также стоит молиться и просить Господа, чтобы Он послал делателей на жатву. Это как раз вот эти субъекты, точнее даже объекты, о которых нам нужно молиться. И это примеры, которые мы находим в Писании. То, о чем нам нужно молиться. Луки 10, 2. Он сказал им, «Несомненно, урожай велик, однако работников мало, поэтому умоляйте Господина жатвы, чтобы Он незамедлительно направил работников для сбора урожая». Это было истинно тогда, когда жил Иешуа, и сейчас для нашего времени это также истина. Мы должны молиться о том, чтобы люди получали это видение, это бремя в их сердце, чтобы они были готовы пожертвовать всем, чтобы пойти и распространять Слово Иешуа Мессии. Мы должны молиться о том, чтобы люди были посланы и также о тех, кто уже послан, потому что многие из них находятся в тяжелых ситуациях. Многим нелегко. 1 Тимофея 2 нас ободряют молиться с властью. 1 Тимофея 2, 1 и 2 Это ободрение, точнее молиться о тех, кто находится у власти. 1 Тимофея 2, 1 и 2 Итак, прежде всего, я советую возносить просьбы, молитвы, ходатайства и благодарения за всех людей, в том числе за царей и всех тех, кто наделен властью, чтобы мы могли жить в мире и спокойствии во всем поступая праведно и справедливо. Обратите внимание на то, что говорит Павел. Я советую. Это инструкция, чтобы мы просили, молились, ходатайствовали и благодарили за всех людей. Но потом он говорит конкретно или в том числе за кого-то еще. Потому что в его время было множество царей. В наше время нет столько царей или королей. Но некоторые президенты ведут себя как цари или короли. Но нам нужно молиться за них. Нам нужно делать это. Я думаю, что фактически каждый день нужно это делать. Можно задать вопрос, как часто вы молитесь за правителей ваших? За премьера, за президента, за ваши власти городские, за мэра, за совет городской, за тех, кто несет ответственность за город или представляет город, находясь в правительстве. Как часто вы молитесь за них? Павел здесь говорит, если мы молимся за них, у нас может быть возможность жить в мире и спокойствии. Очень часто беды приходят на страну, потому что верующие не молятся за свое правительство, за тех, кто стоит у власти. А потом эти же верующие жалуются и плачут. Чего эти люди вдруг управляют нашей страной? Что они тут задумали? Полностью безнадежная ситуация. А мой вопрос верующим таков, а вы молились за них, за ваше правительство? Если вы за них не молились, тогда это ваша вина. Может, вам это не нравится, но так и есть. Если мы хотим иметь правительство, которое соответствует Божьему Писанию, что оно доброе, тогда нужно молиться за него. Несколько лет назад было движение в Финляндии, которое делали акцент на молитве за правительство. И разные интересные вещи происходили. Теперь у нас президент в Финляндии, который, как мы верим, является верующим. Мы знаем, что его жена точно верующая. Но мы также верим, в том, что он пришел к вере. Множество членов парламента являются живыми, рожденными свыше верующими. Четверо представителей Европейского парламента от Финляндии являются врожденными свыше верующими. Нам нужно молиться больше. у нас есть министр иностранных дел, который я хотел бы, конечно, чтобы он исчез, а не стал верующим. Но нам нужно молиться об этом. И есть у нас люди, которые также в городском управлении или в поместном самоуправлении. Мэр нашего поселка он настолько уже близок к тому, чтобы стать верующим. Этим летом он был у нас дома из-за трех вещей, чтобы поговорить о вере, чтобы поговорить о Ишу. Десять чиновников местного самоуправления, они верующие. Почему? Потому что мы молились. Я молюсь каждый день. Каждый день. За наше местное самоуправление. Чтобы они были верующими. Я знаю, что и другие молятся об этом. Но я также хотел бы, чтобы все верующие молились. Потому что я верю в молитву. Я верю в силу молитвы. Я верю, что мы можем менять целое правительство благодаря молитве. Мы можем менять страны молитвой. Мы можем достигать многого, если мы молимся. когда мы молимся. Как потенциальные лидеры, вы должны понять, что ваша молитвенная жизнь она самая важная. На что вам следует обращать внимание. Потому что говорится так же молиться за всех, кто наделен властью. За врагов. Следующий момент. Луки 6, 28. Благословляйте проклинающих вас, молитесь за тех, кто дурно обращается с вами. Как часто мы это делаем? Как часто мы это делаем? Возможно, не очень часто. Мне нужно было научиться этому в моем путешествии с Богом. И Господь помогал мне. Потому что это изменяет многое. Вот о чем я говорю, что нам нужно понять ту силу, которую мы имеем. Часто люди говорят, что молитва — это двигатель общины. Но и когда я смотрю на них и на их общины, я не вижу этот двигатель. Двигателя как раз и не хватает. И община просто пыхтит сама, пытаясь завести эту машину. И ничего не получается, естественно. Если чего-то не хватает, тогда оно не будет работать хорошо. Молитесь за врагов. Потому что они могут измениться. И это было бы хорошо, правда? Также нужно молиться за себя. Первое, Параллель Паминон 4, 10. Речь об Иовисе или Ябетс. Ябетс called under God of Israel, Please bless me by enlarging my charity. May your hand be with me. Keep me from harm, so that it will cause me no pain. And God granted his request. Ой, если бы ты благословил меня, если бы расширил мои владения, если бы ты поддержал меня и охранял от зла, чтобы не ведал я муки. И Бог дал Ябетсу то, о чем он просил. Actually, let me look. I think I want to do that now, right now. I just have to look if I open that file already or if I need to open it still. No, I do have it open here. I didn't want to open it. Okay. Now, Ябетс Ябетс Это его молитва, это пример молитвы лидера. Когда мы думаем о нашей жизни, а о чем именно мы думаем? Как потенциальные лидеры. И фактически название учения этой недели называется «Молитвенная жизнь лидера». И ваша молитвенная жизнь как верующего человека она очень важна. Я никогда не воспринимал комплиментом, когда говорили о чем-то заурядном. Или когда мне... Или когда говорили, что у меня все нормально или как обычно. Потому что как обычно или нормально это означает на одинаковом расстоянии от дна и на таком же расстоянии от вершины. Или же норма, скажем так, это средняя величина. То есть, когда говорят в мире о чем-то среднем, каком-то среднем значении. То есть, приводят какие-то цифры. Например, в Европе на каждую семью приходится в среднем полтора ребенка. Например. Хочу просто привести пример. Но я не думаю, что Господь призвал нас жить вот этой средней или нормальной жизнью. Жизнью где-то посередине болота. Как лидер, как лидером, я не верю, что Бог вам дал жить жизнью именно среднего лидера. Я верю, что Господь дал вам все, чтобы вы добились того, чтобы стать лучшим из того, что вы можете. Неважно, станете ли вы каким-то лидером великим или нет. Вы хотите среднюю жизнь? Или вы хотите добиться самого лучшего, что вы можете в Боге? Я верю, что каждый человек был создан для превосходного. Когда Бог создал человека, Он сказал, хорошо весьма, то есть превосходно. Господь создал нас, чтобы мы возрастали и шли к лучшему. Вы не просто один на миллион, вы один на пять миллиардов. Вы один на пять миллиардов. Один на пять миллиардов. Я, 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 я got it. Спасибо большое. Потому что больше нет никого другого, как вы. Ого! Нет никого другого, такого же, как вы. Во всей Вселенной. Замечательная мысль, правда? Как пастыря, мессианские лидеры. Now, you notice, I didn't in English use the word pastor. Но если вы заметили, я не... Is it for me only? I got you into trouble here. Так, тихо. Я думаю сейчас. Не могу перевести. The reason I don't use the word pastor in English is because it has become a non-word. It has no real meaning. Yeah, I understand, but I cannot interpret that other than pastor, you know, because we have only one word. Who keeps us... Ah, no. Yeah, really. Он говорит, в общем, что мы лидеры, это не пастыря, а пастухи. Потому что пастырь, он... На самом деле, слово пастырь, оно не имеет никакого такого значения особого. Потому что, ну, в современном мире, потому что пастырь, это всего лишь, как бы, титул. Но если мы говорим пастух, то это тот, кто следит за овцами, за стадом. Вот к чему вы призваны. Вы призваны к тому, чтобы следить за овцами. Когда они заболели, когда они убежали, когда они упрямы, это ваша задача следить за ним. Как у пастухов или мессианских лидеров, у нас есть призвание не быть вот этими вот средними лидерами или средними пастырями, как хотите, называйте, потому что мы также призваны к тому, чтобы иметь молитвенную жизнь выше среднего. Я хочу, чтобы ваша молитвенная жизнь была превосходной. Наполненной. Не просто средней. Я хочу поделиться принципами молитвенной жизни лидера вот на примере Яббетса. Об этом человеке есть всего лишь несколько стихов во всем Писании. Интересно, что Писание упоминает, иногда делает очень короткое упоминание о каких-то людях или событиях, но это очень важные вещи. Если я правильно понимаю Писание, то есть я понимаю так, что Яббетс он выделялся из толпы. В книге Паралепоминон есть всего лишь несколько слов о нем. Среди всего этого списка генеалогии там шесть сотен имен которые пересисляются в этом разделе и только один упоминается особенным образом и это Яббетс. Он как огромное дерево среди карликовых деревьев выделялся. Тут множество имен пересисляется и вдруг внезапно всплывает одно имя о котором говорится больше. Первое Паралепоминон 4, 9, 10 И был Яббетс самым уважаемым среди братьев своих и мать его дала ему имя Яббетс сказав Я родила в горести и возвал Яббетс к Богу Исраэля сказав Если бы ты благословил меня и увеличил границы мои и была бы рука твоя со мной и охранял бы ты меня от зла чтобы не горевал я и дал ему Бог то что он просил. Мы видим на основании этих двух стихов три секрета жизни этого человека что сделало его лидером выше среднего Какие это вещи? Первое нужно иметь большие амбиции не конкретно для себя самого для служения Яббетс не хотел быть обычным он хотел развиваться и он хотел достичь достичь величия это был человек мечты и человек видения потому что из-за отсутствия видения гибнет народ Писание говорит Если у вас не будет мечты и видения вы не сможете пойти далеко Яббетс знал чего он хочет Вам нужно знать чего вы хотите в Божьем Царстве и что Бог хочет для вас лично Он хотел чего-то особенного великого в своей жизни и прежде всего Он хотел чтобы Бог благословил его Многие люди не достигают того уровня лидерства которое могли бы достичь потому что они просто плывут по течению жизни Мы можем планировать У нас могут быть цели У нас может быть мечта Когда мы доверяем их Богу Что Он поведет и направит нас в этом Если вы не имеете этого Вы будете страдать и подумаете что это очень сложно Смотря на молитвенную жизнь Ябетса мы видим что его молитва исходила из его мечты Когда вы перестаете мечтать вы начинаете умирать Если у вас нет цели у вас нет и роста Но вы были созданы Богом для великих вещей И второе что мы видим что нам нужен рост веры Ябетс имел глубокую веру и доверие Богу И он из его молитвы очевидно что он понимал что Бог является источником благословения Уильям Кэрри один из первых миссионеров в Индии британских Он сказал ожидайте великих вещей от Бога и старайтесь делать великие дела для Бога И в этих стихах мы обращаем внимание на разные вещи в жизни Ябетса Если вы хотите вырасти вы должны иметь амбиции и веру вера которая растет когда вы молитесь и Бог отвечает на ваши молитвы и это увеличивает вашу веру ваша вера должна расти и вы должны идти вперед третий пункт у вас должна быть тщательная молитвенная жизнь может быть я повторяюсь но нам нужно больше чем наши собственные силы Ябетс и как пример Ябетс он доверил Богу осуществление целей его жизни он конкретно молится он конкретен в своих молитвах научитесь быть конкретными в молитвах одна женщина напомнила мне кое-что что я забыл когда мы впервые отправились в Бельгию вообще мы служили в Бельгии 30 лет у нас не было много денег когда мы туда поехали не было церкви которая бы нас поддерживала это было невероятно сложно у нас не было машины мне нужно было передвигаться из одного места в другое и однажды одна женщина напомнила мне она сказала мы были на молитвенном собрании я молилась мы были на молитвенном собрании я молился и сказал Боже мне нужен велосипед я сказал Боже я хочу велосипед где можно переключать передачи скорости и я бы хотел чтобы это был синий велосипед и одна женщина когда услышала как я молюсь она сказала ты слишком конкретно молишь она подумала что это ну глупо но спустя неделю пришел человек один и сказал у меня у меня для тебя велосипед он был синим и на нем можно было переключать скорости это было то о чем я просил я забыл об этом но несколько месяцев назад я общался с этой женщиной а и мы начали говорить о молитве и она сказала знаешь меня всегда удивляло то насколько конкретно ты молишься о вещах и что Бог еще и отвечает на это иногда мы настолько не конкретны размыты в наших молитвах и что меня это просто удивляет меня даже удивляют некоторые скажем так великие люди служители которые люди приходят к ним молиться просят о молитве они за них молятся и говорят Боже туда-сюда и ни о чем по сути не молятся чего Бог желает для вас когда я молюсь за людей когда люди приходят и просят о молитве прежде всего я спрашиваю Бога что Он хочет чтобы я помолился из этого человека потому что я не хочу просто молиться Боже благослови их я хочу говорить о чем-то конкретном и Господь дает мне эти вещи но нам нужно научиться этому также в нашей личной молитвенной жизни я думаю что люди молятся о домах о машинах Бог может спокойно задавать вопрос какую ты хочешь машину сколько комнат в доме хочешь и не всегда конечно мы получим то что хотим но не больно конкретизировать молитвы Господь хочет чтобы мы молились о наших целях ничто не исполняется пока это не становится конкретным чем более конкретен и чем конкретнее я в своих мыслях в молитвах тем быстрее Бог ответит если я конкретен в своей молитве я узнаю что это ответ от Бога когда получи то о чем я просил перерыв